Даже когда вы меня не видите, когда не знаете, где я и чем занят, когда вы, основываясь на своих предположениях, делаете выводы обо мне или моих действиях, каждый раз, когда вы подумаете о том, что уже знаете меня и знаете мой следующий ход, вспомните об этом разговоре. Ибо если я буду совершать именно те поступки, которые от меня ждут люди, я попаду к ним в рабство. А пока я наблюдаю. Наблюдаю за городом, через окно автомобиля, находясь за рулем или сидя на пассажирском. Всем привет, меня зовут Андрей и по названию видеоролика вы догадались, о чем будет идти речь. Это не кликбейт. У меня есть большая аудитория и большая ответственность. Я должен объясниться, прежде чем делать такие действия, потому что много людей меня смотрят очень давно. Они просто не поймут, почему я сделал именно так. Все началось 24 февраля 2022 года, когда я понял, что все, с ютуба ты ничего не зарабатываешь. Я столкнулся с очень большими трудностями в своей жизни. Это не то, чтобы я жалуюсь и говорю, мне плохо было. Нет. Я со своими проблемами справился, нашел себя в чем-то новом, потому что всю мою осознанную жизнь, с 16 лет я снимал видеоролики на ютуб. Я привык иметь с этого какой-то заработок, какую-то мотивацию, толчок для меня. Ютуб это не просто была платформа, на которую ты поснимал, заработал денег и забил. Это была частью моей жизни. Многие ролики, которые выходили на моем канале, если вы видели там какую-то рекламу, иногда даже я в минуса уходил. Иногда даже в ноль я ничего не зарабатывал, потому что деньги с рекламы тратились на очень многое. Всегда нужно за все платить в этой жизни. Сам ютуб дал мне многие знакомства. Я увидел, насколько люди могут быть со мной искренними, продажными, лицемерными. У меня появился за плечами огромный опыт. В последние 2-3 года моей жизни вы видели какие-то однотипные видеоролики, по ходу пранков и прочей хуеты. Я это ненавидел и винил себя за то, что я это делаю. В погоне за просмотрами, терял друзей, терял отношения. Я просто не мог остановиться. Вот я был в потоке зрителей, и это самое худшее, что может быть, когда ты зависишь от своего зрителя. Когда ты не как личность, которой интересно экспериментировать. В оправдании себе я скажу, что я пробовал. Снимать совсем другой контент, это были клипы. Я очень долго ждал этого дня, когда я смогу все точки поставить на свои места. И наконец-то сказать, что я не буду больше снимать эти пранки. Эти непонятные какие-то влоги, которые в первую очередь не заходят мне. И мне нужно сделать паузу. Я не знаю, сколько это может продлиться. Это может продлиться и месяц, и два, и три месяца. Если вы действительно смотрели меня долгое время, вы знаете все про мою жизнь. Вам не составит труда подождать, посмотреть, как я поменяюсь. И преподнесу вам какой-то совсем новый контент. Я не хочу оставаться всю жизнь в этих пранках. Мне 23 года. То, что было прикольно в 18, там, пускай даже в 19 лет. Сейчас это превратилось просто в какую-то непонятность. Я не мог остановиться, я продолжал снимать. Там нужно что-то сделать, нужно куда-то какой-то трафик нагнать. Время просто мне дало очень многое обдумать и расставить все по своим местам. И как ни странно, я сейчас нахожусь на своем любимом Олимпийском. Это место, с которого я начинал снимать одни из своих первых видеороликов. Приходил сюда иногда просто так, когда у меня в жизни какие-то были проблемы, либо когда у меня какая-то радость была. Это место ассоциируется у меня с очень многим. Спасибо, что вы со мной оставались. Хочется вернуться с каким-то качественным контентом. Действительно крутым, который будет заходить мне. Ну что? Да, сука, такие моменты. Мне сложно просто прощаться с вами вот так вот. Я совсем справлюсь. Жизнь настолько непредсказуемая бывает. Она тебя то туда, то сюда мотает. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Спасибо вам за все эти шесть лет моей кайфовой жизни. Потому что если бы не вы, ничего бы не было. Абсолютно ничего. Я не знаю даже, когда бы моя жизнь повернулась. И если бы можно было бы вернуть время назад и чем-то другим заниматься, я бы повторил бы свою блогерскую карьеру точно так же, как она у меня есть. Я ни о чем в этой жизни не жалею. Это были самые охуенные шесть лет в моей жизни. С вами был ваш Андрей. Не знаю, когда увидимся, но увидимся. Все, кто был мне близок, далеко. Тяжелые числа, далеко. Мастер-карты Visa, только gold. Две картинки лизер, целиком. Все, кто был мне близок, далеко. Тяжелые числа, далеко. И да, с инстаграма я не ухожу. Для тех, кто не знал, у меня есть инстаграм. Туда я выставляю контент и, в принципе, что со мной происходит каждый день. Поэтому переходите. Обязательно подписывайтесь, чтобы просто не терять меня с виду. Никого не хочу заставлять. Если вам действительно интересна моя жизнь, то ссылка в описании. Всех буду ждать.